Привет всем! Соскучились? Я безумно соскучилась. Давайте рисовать. Сегодня у нас вот такие вот прекрасные красные снегири. Ну, Новый год уже скоро и хочется понаделать всем открыточек, поэтому мы возьмем формат небольшой и быстренько их нарисуем. Можно взять формат еще меньше, тогда будет еще быстрее. Вот, нам понадобится бумага стопроцентный хлопок, у меня арш. Будьте внимательны, какой стороной вы его приклеиваете, потому что у бумаги одна рабочая сторона. Приклеиваем обыкновенным малярным скотчем бумажным. Нам понадобятся кисточки поменьше, побольше и самая большая, какая у вас есть, плоская либо круглая, для того, чтобы мочить лист, карандаш, стерка, клячка, палитра, краски, водичка и волшебный порошок, который творит акварельную магию. Это простая соль. Так, приступим. Для того, чтобы нам наметить наших снегирей, нам нужно посадить их на веточку. Веточка у нас будет ниже центра, то есть вот ее изгибчик вот здесь вот будет ниже серединки, для того, чтобы снегири у нас не упирались головами в верхушку листа. Ну и вот такая вот веточка неровная с изгибчиками у нас будет. С этой стороны она пошире, к кончику она будет поуже, но это все мы будем рисовать по-сырому, поэтому оно расплывется, и мы будем корректировать по ходу дела. Дальше наши два прекрасных снегиря. Мы рисуем два кружочка, прям вот такие вот шарики. Если вы найдете в интернете картинки, фотки, именно фотографии снегирей, не живопись, а фотографии, то посмотрите, что они, так как в холодной части России у нас водятся, они надувают перья вот такими шариками, и лап у них не видно, то есть они как бы сидят вот этими перьями на своих ножках, чтобы им было тепло. Поэтому прям вот эти вот шарики рисуем на наших веточках. Дальше все очень просто. Мы рисуем вот здесь вот такой вот шлем. Раз. Ну и давайте сразу спинку. И по прямой, то есть вот шлем, и по прямой вот здесь вот получается спинка по краю шарика. И такой вот треугольничек, он уходит у нас в крылышко. Да? Ну вот такая вот фигура. Она не очень сложная. Попробуйте ее повторить. Я думаю, у вас все получится. Здесь еще один треугольничек. Это хвостик. И этот хвостик, он соединяется с шариком, нашим стельцем снегиря. Хотела сказать снеговика, снегиря. Еще через вот такой вот белый маленький хвостик. Под хвостиком, там беленькая у него в общем. Носик. Маленький такой клювик. И глазик. Вот такой вот маленький глазик. Здесь мы рисуем вот такую вот луну. Ну почти. Это у нас белая часть. И то же самое повторяем здесь. У нас шлем, переходящий в спинку. Да? Ровной линии. Переходящий в крылышко. Так помягчивать здесь линию. Здесь тоже такая луна. Здесь еще одна луна. И хвостик. Треугольничек под крылышком. И еще маленький такой треугольничек, который у нас, собственно, соединен с вот этим вот шариком. Носик. Маленький. И глазик. Вот это вот весь наш рисунок. Откладываем карандаши. Стираем стеркой ненужной линии. Какие у нас линии ненужные? Ну вот на крылышке вот здесь вот. Вот эту вот стираем. Потом на хвостике, где у нас веточка. Эти линии нам не нужны. Стираем. Веточка. Веточка, веточка, веточка. Можно, чтобы карандаш не растушевывался. Флейцем убрать остатки стерки. И так как у нас есть места такие вот светлые, да, и нам нужно, чтобы здесь карандаша не было видно. Поэтому мы используем клячку. Клячка специальная мягкая стерка. Я в каждом видео говорю, ей не стирают линию, а осветляют. То есть мы убираем тон карандаша. Делаем линию светлую, так, чтобы она была видна только вашему глазу. А зрителю, который будет рассматривать вашу картину, эта линия была практически незаметна. Вот таким вот образом она собирает тон карандаша. Потом вы ее переминаете, она снова становится чистенькой. Она серая не потому что она такая грязная, она такая серая и продается. Она чуть посветлее. И когда она уже набирает очень много карандаша, она просто перестает работать, перестает его собирать. И вы покупаете новую клячку. Окей. С чего мы начнем? Мы начнем с фона. Но здесь нету никакой разницы. Вы можете начать с нигирей, можете начать с фона. Я вот даже думаю сейчас, как будет лучше. Давайте-ка я начну со снегирей все-таки. Какие цвета нам понадобятся? В своей палитре посмотрите, какой красный у вас самый яркий. Да? Самый-самый яркий. То есть вы можете набрать в палитру, а можете еще на листочке бумаги проверить после высыхания, какой цвет смотрится ярче. Потому что хочется, чтобы снегири прям выделялись. У меня есть кадми красный светлый, есть алая. Сюда вот я ее с водичкой замешиваю, да? Кто смотрел мои видео, помнит, что мы все краски хорошенько промешиваем с небольшим количеством воды. Ну, количество воды и количество пигмента зависит от того, какой интенсивности вам нужен мазок. Поэтому, так как нам здесь нужно будет много красного, он активный у нас, я беру мало воды. Нам понадобится синий. То есть из ваших оттенков синих вы выберете ярко-синий. Вот у меня это ярко-голубой. Побольше берете, потому что картинка у нас хоть и акварельная, у нее будет много акварельных спецэффектов, но она достаточно плотная по цвету. То есть она не такая прозрачная, как другие акварельные картинки. Тут такая зимняя ночь, наверное. Хотя можно попробовать сделать и посветлее. То есть вы можете экспериментировать, сделать фон посветлее, сделать фон потемнее. Единственное, что наша магия, вот эта солевая, которая делает нам такие вот снежные узоры, она очень хорошо видна, когда поверх темной краски. И возьмем синий потемнее для того, чтобы создать глубину фона. То есть чтобы он был не один, а светлый и темный. То есть у меня это ярко-голубая и лак-синий, либо ультрамарин вы можете взять. И, конечно, индиго. Индиго нам понадобится для того, чтобы рисовать снегирей. А, ну еще и коричневый. Так, вот сюда я замешаю индиго. И коричневый, у меня английская красная, я ее потом смешаю с синим. Она сама смешается с синим и будет не такая ярко-красная, не такая ярко-коричнево-красная. Будет немножечко поспокойнее. Вот такая вот у нас гамма ограниченная. И давайте начнем со снегирей. Или с фона, или со снегирей. На самом деле нет разницы, потому что вы должны будете все просушить. То есть если вы начнете со снегиря, пока будете рисовать второго, он у вас высохнет. Этого все вместе вы сушите феном и рисуете фон. Либо вы рисуете фон, все сушите и рисуете потом снегирей. То есть каждый элемент картины мы должны будем просушить. Поэтому особо нет разницы, с чего мы начнем. Но имеет большое значение, какой водой вы рисуете. После того, как вы набираете цвета в палитру, обязательно меняйте воду. Потому что вы должны будете увлажнять чистой водичкой. Обязательно. Снегири у нас маленькие, поэтому я буду использовать небольшую кисточку для того, чтобы их увлажнять. Я набираю воду на лист. Вы смотрите под углом, для того, чтобы вам было видно, где эта вода расползается, растекается. И я увлажняю наш шарик и вот этот маленький треугольничек под хвостиком. Если у вас будет воды мало, плохо потечет. Если у вас будет воды много, тоже будет плохо. Поэтому вы проглаживаете ваш хлопковый лист, пока вся влага впитается хорошенько. И если есть у вас лужа, то вы ее просушиваете салфеточкой. Дальше вы берете самый яркий красный, какой у вас есть. И вот сюда вот его... смотрите, как круто. Смотрите, как он расплывается. Сейчас оператор нам покажет, как это все расплывается. Оператор! Все показывается у нас. Просто я очень люблю, как красный течет. И вот вы можете создать такое вот ощущение пушистых, распушенных перышек. И вот сюда вот к низу вам нужно сделать так, чтобы плавно переходило в белый. То есть я намочила все, и краска туда дотечет. Можно даже вот сюда немножечко более темного добавить. Темно-красного. Вот. Но под хвостиком у них должно остаться беленькое. Дальше. Логично либо сушить феном для того, чтобы продолжать рисовать снеговика, либо пока нарисовать следующего, чтобы тот немножечко подсох. Поэтому мы так и сделаем. Я увлажняю пузико. У второго... Ну что ж я все время хочу назвать снеговичка. У второго... Снегирика. Сидела, вспоминала слово. Караул. Увлажняю хорошо. Смотрите на лист под разными углами, чтобы вам было видно, как вы рисуете водой, потому что иногда этого не видно. Набираете алую, концентрированную ее вот сюда вот под головку и крылышко. Вот здесь вот начинаете делать пушистенькие перышки, которые плавно-плавно уйдут вниз. И можете добавить такую точку яркую, красную вот сюда. Вот. И если вы сейчас прям начнете сушить феном, вот у меня, допустим, здесь достаточно много воды, то вы всю эту красоту раздуете, вам лучше подождать, да? Я люблю пить чаек в это время, сходить что-нибудь перекусить, потому что если вы сейчас начнете сушить, то вот эти вот все красивые разводы, они сдуются, исчезнут и перестанут нас радовать. Поэтому потерпите немножечко, чтобы оно высохло самостоятельно. Чтобы не было пить, то мне Debatte тайной ребёнке ganze минуты. Я люблю пить. Они просто пересохали. Это иerweise – я буду пересохнуть. Я буду жить yanю�ко. Супер-супер. так дальше все еще проще мы увлажняем маленькой кисточкой головку только если у вас маленькая площадь то воды должно быть соответственно поменьше без глазика глазик мы не трогаем и крылышко увлажняем без вот этой вот луны то есть у вас должно быть два сухих места это вот это вот луна она останется белая и глазик тоже останется беленький вот я цепляю красную красочку она немножко подтекает потому что много пигмента было но ничего страшного дальше я беру индиго в плоской части палитры он уже немножко подсох поэтому я его разбавляю и прорисовываю контур ровненько краска у нас растекается но ложится достаточно плотно контур вокруг глазика ровненько если вам трудно работать такой кисточкой возьмите поменьше и вот здесь начинаю прорисовывать снизу потому что кверху я хочу чтобы было более серенькая тоже могу наметить вот так вот вот такие вот перышки которые дадут такую фактуру крыла и смываю немножечко краску для того чтобы здесь было посветлее сверху сверху посветлее вот то же самое я делаю можно здесь вот вокруг наши белые луны добавить немножечко темноты потому что я уже много раз повторяла что светлый у нас видится рядом с темным то же самое делаем на втором снеговички снегирки они у меня сегодня снеговички но вы понимаете да о чем я говорю увлажняем голову минус глаз глаз остается сухим и крылышко обходя вот эту вот луну тоже на там светлая зона у него поразглядываете до того как рисовать снега снеговиков господи снегирей в интернете посмотрите какие как какая у них расцветка как у них там идет оперение потому что они у нас стилизованные но они похожи на настоящих все таки я прорисовываю хорошо контур наружней потому что он у нас четкие здесь весь смысл в том что наши снегири они на контрасте с расплывчатым фоном видны то есть здесь так как цвета одинаковые красные красный синий ну на снегирях индиго но особой разницы нет и они выделяются за счет своего четкого фона ровного поэтому кисточкой хорошенечко это все делаете можно также взять краску прям из палитры и доделать каких-то более темных линий да здесь еще достаточно сыром поэтому можно немножко подождать но можно с такой разницы оставить в чем разница по более сухому плохо расплывается и очень хорошо расплывается по более мокрому опять сушим так дальше теперь у нас то же самое все только с хвостиком я его увлажняю вот у меня на кисточке осталось немного индиго и он протонировался но ничего страшного потому что у нас то других цветов не будет почему мы его не красим по сухому потому что мне нравятся вот такие вот разводы в маленьких зонах они не очень хорошо получаются а где побольше места то они выходят очень красиво можно и в маленькой конечно сделать для этого нужно взять поменьше кисточку чтобы на ней было поменьше пигмента тогда у вас все получится вот здесь по сухому потому что они прям малюсенькие зоны я нарисую индиго концентрированным прям практически из кюветки глазик причем я оставлю маленький белый контур и сделаю такие вот как бы блички чтобы взгляд был живой хоть они у нас и стилизованные но все равно на самом деле когда вы посмотрите фотографии снегирей в интернете то вы увидите что глаз у них практически не видно и клювик это все как бы такая единая темная часть но мы это немножко стилизуем и отделим перечислить Тем, как рисовать фон, очень-очень хорошо просушите снегирей, потому что иначе они расплывутся, да, они должны быть прям очень сухими. И опять, так как нам нужно мочить лист чистой водой, меняем воду обязательно. Теперь берем с лиц и мочим весь лист, абсолютно весь, без снегирей, большой кисточкой. Берете много воды и тщательно ее распределяете вокруг ваших красивых снегирей. И прям уже красиво, уже прям можно и так оставить, но с фоном будет еще красивее. Мочим хорошенько, хлопок такая бумага, которая впитывает в себя воду, поэтому можно пройтись два раза. И если у вас хороший флейтс, то есть кисточка плоская, которой вы увлажняете, то ей очень легко все обходить, потому что она своим ровным бочком вам хорошенечко все отрисует. Но вы все равно смотрите на лист под разными углами, для того, чтобы видеть, где у вас мокрая зона, где сухая. И если вы намочите сейчас очень сильно, то краска будет расплываться очень сильно. Если вы намочите слабо, то краска не будет расплываться. Поэтому всегда нужен такой баланс и повторите эту картинку несколько раз, учитывая этот момент, для того, чтобы посмотреть, узнать, проанализировать, как лучше вам мочить лист. Потому что это достаточно трудно объяснить словами, это все должно пройти через руку, это все приходит с опытом. Это те самые гаммы, которые вам нужно играть, но мы не делаем просто упражнения, а сразу рисуем картинки простые. И тем более вы сможете разные варианты этих снегирей раздарить всем своим родственникам и знакомым, что очень выгодно. Теперь мы начинаем с... опять светлого красного мы его промешиваем. И там, где вы хотите, делайте грозди ягод вот такими вот точками. Они расплывутся очень сильно, но ничего страшного. У нас задний план, он как бы не в фокусе, поэтому вполне может и расплываться. Здесь у нас под снегирями прям веточка. И можете добавить теперь темно-красного. Я возьму по концентрированию, потому что здесь мешало много воды. А если будет много воды, соответственно, поплывет далеко. А я не хочу, чтобы оно сильно далеко уплывало. Оно должно расплыться, но все-таки остаться на своем месте. Вот скажите, какая я капризная. То мне расплывись, то мне останься на месте. Дальше я мою кисточку. И беру яркий голубой. И тоже вот такими вот точками. Да, я из каждого видео из раза в раз повторяю, что мы не втираем краску. Мы ее укладываем очень легкими мазками. Но пока у нас картинки такие легкие и декоративные, то я говорю про точки. Конечно, есть картины большие, более профессиональные, где краску укладывают мазками. Но мы пока будем придерживаться этой техники. Для того, чтобы нам вот этот вот воздух красивый создать. И контур снегирей вы прям прочерчиваете. Потому что краска туда может не дойти. Видите, она шла-шла и где-то остановилась. И вам нужно это прорисовать хорошенечко. Между можно точечками, а контур кончиком кисточки вы хорошенько прорисовываете так, чтобы создать это ощущение четкого контура. Это нужно делать достаточно быстро, потому что ваш лист будет стремительно высыхать. Просто стремительно. И пока вы дойдете до низа, если вы будете долго тут возиться, он у вас уже высохнет. Конечно, можно его подмочить, но магия при этом, честное слово, нарушается. Поэтому старайтесь сделать все за один раз. Акварель, она практически всегда за один раз. Конечно же, конечно же, есть многослойные сложные картины. Но наши акварели, они за один раз. Без исправлений. Мы совершенствуемся в этой методике. И пока не высохло, я еще добавлю темноты. Не везде. Не нужно делать, как будто это, не знаю, ветрянка. То есть равномерно по всему листу. Нет. Я добавляю где-то теней в воздухе, в этом пространстве. Добавляю где-то теней и коричневый веточки. Он смешается с синим, либо вы его можете смешать с синим, для того, чтобы он не был такой яркий. И тоже такие расфокусированные они у нас, эти веточки. Потом мы добавим более четких. И теперь должно произойти новогоднее волшебство. Новогоднее волшебство. Вот оно. То есть мы должны сделать эффект вот этого инея красивейшего. Вот эти вот белые точки. Это все делает соль. Но если вы ее насыпите горкой, вот так вот плотно, у вас ничего не получится. Вы должны руку поднять повыше и делать так, чтобы солинки падали, как снежинки, отдельно друг от друга. Да, то есть не большой кучей, а каждая солинка лежала по отдельности. Солим, как яичницу. Равномерно. Не пересаливаем. Не нужно этого делать много. Смотрим, где, если у вас где-то есть место без соли, то туда досаливайте. И очень часто у тех, у кого не хватает терпения, начинают досаливать, досаливать, досаливать и эффект ухудшается. Здесь нужно немножечко подождать, попить чайку, послушать музыку. Ни в коем случае не сушить феном, потому что соль это абсорбент, она соберет влагу и краску вокруг себя, сделая вот эту белую дырочку. Но это происходит постепенно. То есть магия творится постепенно, медленно-медленно. Можно уже где-то увидеть мельчайшие беленькие точечки. И вот это вот начало той самой магии. Дайте ей 5-10 минут. 5-10 минут, и потом можно сушить феном. И важное замечание. Если вы будете сыпать соль на почти сухой лист, этого тоже не получится. С фоном вы должны работать очень быстро. Намочили, заложили красное, заложили синее, темно-синее ветки. Солим, пока не высохло. Если высохнет, то все, провал. То есть магии не получится. Поэтому, если у вас на первой картинке не получится это быстро сделать, попробуйте еще раз и еще раз. Чем больше вы будете делать повторений, чем больше будете тренироваться, тем круче у вас это получится. Ну а мы ждем магию. Когда весь чай с конфетами выпьет, да, ну я не знаю, прошло минут 7-10, и соль нарисовала вам вот такую вот красоту, то можно уже просушить лист до полного высыхания, потому что нам осталось сделать маленькие прорисовочки. Поэтому сушим. Те солинки, которые не растворились, вы по-сухому уже, когда все высохло, можете стряхнуть. Но главное не делать это по-сырому, иначе все размажется, естественно. А можете и так оставить, они будут как кристаллики такие снежные, там блестеть под разными углами. Все, нам осталось совсем немножко прорисовать веточки. Я беру коричневинку, и кое-где делаю у веточек прорисовочку, да, потому что вот тут вот у нас гроздь. Где-то здесь у нас была веточка, здесь. Где-то они ушли, и их надо вернуть. Да, чтобы у нас был более такой насыщенный задний план. И чуть-чуть прорисовать некоторые ягодки. Калинка. Сделать тут намеки на то, что они кругленькие. Да, то есть я не каждую ягодку прорисовываю. Я реально делаю намек на то, что она там есть. Можно даже где-то это подмыть. То есть вот кисточкой более чистой. Да, немножко подразмыть кое-где эти намеки. Ну и можно коричневеньким сделать еще на них вот эти вот точечки. На ягодках. Отклеиваем наш скотч. Вот такая вот красота у нас получилась. По-моему, очень хорошее новогоднее настроение создаст у вас эта акварель. Вас, ваших близких, кому вы подарите. Ну и повторите ее несколько раз. Я думаю, что у вас есть там десяточек знакомых, которые ждут такого подарка от вас, акварельного. И каждое следующее будет лучше предыдущей. Это я вам точно гарантирую. И можете экспериментировать с солью, более мелкую, более крупную. Только не сыпьте большими горстями. Солинки должны лежать по отдельности. С влажностью листа, с концентрированностью тона, с размером листа. То есть можете попробовать нарисовать их на большом листе. В общем, все, что вашей душеньке будет угодно. Если вам понравилось, обязательно поставьте мне лайк, потому что я снимаю для вас эти видео абсолютно бесплатно, на чистом энтузиазме моего сына, который монтирует их по неделям потом, ночами, после школы. Не ест, не спит, уроки не учат. И подписывайтесь на мой канал, делитесь в соцсетях, не поленитесь, сделайте репост этого видео, чтобы другие люди тоже посмотрели. Мне будет приятно, когда у меня будет много лайков и много просмотров. Я тогда буду еще больше снимать для вас классных видео. Ну, на этом все. Целую, обнимаю. Напишите в комментариях, что еще для вас нарисовать. До новых встреч! Пока!